Ежели разобраться, что такое счастье, это жизнь без страха. У каждого человека начинается новая жизнь, когда среди множества приятелей и товарищей появляется единственный и самый нужный на свете друг. Все-таки легче жить на свете, когда кругом хорошие люди. Когда колеблются весы, один смелый шаг, одно хорошее дело может стать последней крупинкой на чаше добра. Когда человеку плохо, он порой забывает, что кому-то может быть еще хуже. В споре главное не спешить, пусть другой скажет все до конца, а потом надо отвечать коротко и четко. Если рана не болит, ею очень удобно хвастаться. Злость бывает разная, иногда рассердишься и будто сил прибавится, а иногда наоборот. Приходит злость беспомощная, такая, что даже кулаки сжать как следует не хватает силенок. Счастье, когда счастливы те, кого любишь, и когда они есть те, кого ты любишь. Может быть любопытство один из признаков надежды? Впрочем, ерунда, старости не бывает, если человек ее не хочет. Просто приходит время, когда лопается нить, которая связывала тебя с крылатым змеем. Человек устроен так, что ему обязательно нужен приют. Если он едет в вагоне, то привыкает к своей полке, и ему кажется, что эта полка его маленький дом. Если он устраивается на ночлег в лесу под сосной, то сразу начинает отличать свою сосну от других. Это дерево приютило его, и оно теперь ему ближе, привычнее, чем остальные. Телевизор смотришь, там тоже бах-бах. Иногда думаешь, взрослые люди, а чем занимаются? Будто на земле другого дела нет, как друг друга стрелять и резать. Укрытые в земле снаряды – это продолжение войны. Вселенная, она, конечно, общий дом, но у каждого ли есть в этом доме свой угол и окошко с огоньком? Ведь Творец знал, что делает, когда вкладывал в человеческие головы множество религий. Видимо, он считал, что у разных племен разные пути познания. Я, случается, листаю эту тетрадь, но не часто. Чаще листаю свою память. Она что-то отбросила напрочь, что-то сохранила навсегда. Лица, встречи, краски, картины. Случайные, казалось бы, эпизоды. Моментальные, но не забытые впечатления. Времени виднее, что оставлять человеку. А книги – это была целая жизнь, надолго, навсегда, до самой старости, потому что когда ты с книгами, ты сразу с тысячами разных людей. Слово – удивительная вещь. Если скажешь «неудача», кисло на душе сделается. А если скажешь «приключения», то сразу веселее. Помните, летним вечером зовут вас «крыльца», а вы просите «ну еще пять минуток». Но пять минуток проходит как одна, и все равно пора домой. Из-под звезд, из веселой страны игр в скучные комнаты. И засыпая, вы знаете, что такого вечера больше не будет никогда. Сильная жалость чем-то похожа на ощущение вины. Дети могут воевать со взрослыми. Взрослые тоже воюют с детьми. Они одичали. Но дети не воюют с детьми ни на одной планете. Они еще не посходили с ума. Настоящая смелость проявляется именно в суровые часы. А пустая важность и надутая храбрость при виде опасности слетают с человека шелухою. Земной житель сам по себе не может докатиться до такого. Но чтобы убивать без разбора, сжечь, зверствовать. Это не человеческая природа. Какой-то чужой разум из другой галактики влияет на человеческие мозги. Чтобы люди перебили друг друга. А потом пришельцы захватят планету. Вот представьте, что у вас на кухне завелись тараканы. Их можно давить, морить разными порошками. Можно их на какое-то время вывести. А потом они опять. Надо не тараканов морить, а чтобы на кухне была чистота. А если там грязь и плесень, они разведутся снова. Разве не простая мысль? Вот и в человеческой жизни. Когда люди становятся равнодушными, ленивыми или слишком сытыми. Когда им наплевать на свою планету, появляются те, которые велят. И кое-кто из людей не против. Так спокойнее и проще. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok